В этом видео я покажу процесс проектирования и сборки прицепа для мототрактора Казак Полтавский. Изначально я планировал приобретать прицеп, уже готовый у одного из производителей на рынке. Нашел вариант прицепа грузоподъемностью 350 кг с самосвальной системой. Он подходил мне по всем параметрам, больше вес мне в принципе был не нужен. Производителю этому я доверяю, так как покупаю у него уже не первую навеску. Но как оказалось, кроме покупки самого прицепа, мне пришлось бы отвалить нехилую сумму еще за его доставку. Но и это еще не вся проблема. Дело в том, что доставить его в город мне смысла нет, потому что мне его нужно везти в село. А везти его в село будет еще дороже и непонятно когда мне его вообще привезут. Делать было нечего, пришлось собирать прицеп самостоятельно. Посмотрев схему уже готовых прицепов в сети, я особо не нашел каких-то точных инструкций, как делать, что делать, из чего делать, на что эта конструкция рассчитана, по весу и собственно как долго она будет служить. Прежде чем приступить к сборке самого прицепа, я решил спроектировать его в SolidWorks. Для чего мне это нужно? Я преследовал две цели на самом деле. Проектирование позволит определиться с перечнем необходимых деталей для сборки прицепа. Вторая цель это возможность проведения испытаний данного прицепа на нагрузку. Я могу узнать, сколько он будет весить, я могу узнать, сколько он способен будет принять на себя полезные нагрузки, как долго он проработает, то есть количество циклов нагрузки, которые он способен будет пережить до разрушения его конструкции. Также хотелось бы обратиться еще и к производителям прицепов. Продавайте прицепы в разобранном виде, в виде кит-наборов, которые можно потом собрать дома самостоятельно. Таким образом, вы существенно сократите расходы на доставку и ваш товар станет более доступным на рынке. Подумайте над этим. В общем, что я вам сейчас хочу показать. Что я вам сейчас показываю. Показываю преимущества, удобства, вообще, ну короче, плюсы проектирования оборудования навесного, да и какого-либо другого в специализированных программных инструментах таких. Вот я использую SolidWorks. Вот, это мой прицеп, который я, собственно, уже реализовал на мототрактор «Казак». Вот, так, сразу скажу, что, короче, делался он из профильной трубы 60 на 30. Вот, то есть здесь у меня видны с левой стороны видны элементы, из которых он состоит. То есть там все возможные балки, перегородки. Ну, это я так называю. Короче, здесь рама 3 балки 60 на 30 ребром. Толщина стенки 2 миллиметра. Вот. К ним привариваются ребра. Также из той же самой трубы 60 на 30 толщина 2 миллиметра. Вот. Потом на них сверху укладывается лист металла. Толщина 2 миллиметра. Горячий катанный. Вот. Стойки бортовые идут из трубы профильной 30 на 30. Также 2 миллиметра толщина. Потом сверху торец. Такой торец, я его называю торцом. Труба 30 на 10. Также толщина... А, нет, стоп. Стойки 1,5 миллиметра. Стойки 1,5 миллиметра. Да, точно. И торец 1,5 миллиметра. Ну, это то, что я реально поставил. Не оказалось 2 миллиметровых. А вообще они есть по ГОСТу. Вот. Балка, которая крепится к мототрактору. Это труба 60 миллиметров в диаметре. Толщина стенки 4 миллиметра. Эту трубу... Это единственное, что я не покупал. Это было отопление. Вот. Старое отопление с летней кухней. Ну, короче, это не важно. А внизу вот эти страшные штуки. Это упоры. Вот. Они неподвижны и имитируют... Скажем так... То есть эти два упора имитируют... Жигулевский мост, который я поставил. Мост приварен наглухо к вот этой вот средней балке. Ну, я ее так называю. Средней балкой. Вот. То есть к этой балочке. А здесь, собственно, имитируется уже перцепной узел мототрактора. Ну, да. Мототрактор. Вот. То есть так как там все это закреплено жестко. Нет никаких амортизирующих вещей. Поэтому я его тоже закрепил жестко. Вот. Вкратце. Все. Теперь, собственно, что я хочу показать. Я хочу показать симуляцию того, на что этот прицеп, на что конструкция этого прицепа рассчитана. Да. Здесь у меня нет бортов. Борта я... А, кстати, тут еще у меня получается откидная задняя часть. Вот. Но она, по сути, никакой жесткости конструкции не придает. Вот. Ну, именно по части вектора сил, которые прикладываются на прицеп. То есть, вот видно вот эти маленькие стрелочки. Это и есть сила тяжести. То есть, грубо говоря, прицеп нагружен. Вот. Поэтому бортов никаких нет. То есть, то, что есть там, жестянка, она абсолютно не дает никакой крепости. Вот. Теперь, что касается настроек симуляции. Вот. Если посмотреть, крепление неподвижно. Вот. Это то, что крепеж к трактору и колеса. Внешние нагрузки. На прицеп воздействует сила тяжести. Да. Вот. Обычно. То есть, земного притяжения. И вес 350 килограмм. Это то, что вот его давит нагрузкой обычной. Вот. Собственно, да. Теперь, что касается результатов. Вот. Как выглядит деформация. Сейчас, секундочку. Деформация. А, не, не. Не деформация. А. Вот. Перемещение. То есть, то, как физически меняется. Тело. Да. Прицепа. То есть, вот эти все трубы и так далее. И так далее. То есть, что мы здесь видим. Вот. Максимальное смещение здесь указано в миллиметрах. Оно равно 1,18 миллиметра. То есть, вот этот вот край, угол. При нагрузке в 350 килограмм. Прогнется на 1,1 миллиметра. Это статическая нагрузка. То есть, положили. Оно так прогнулось, сыграло. Вот. То есть, видно, что прогиб идет по концу борта. Потому что здесь нет никакой дополнительной жесткости. Потому что здесь есть жесткость в виде вот этой вот балки. Она приварена к также вот этой вот продольной балке. И дополнительно усиливает прицеп. Также видно, что нагрузка оказывается еще на лист металла. Вот. Но он там тоже не шибко сильно гнется. То есть, основная фишка это то, что прогибается у него задняя часть. Ну, на самом деле прогиб это еще, ну, как бы ничего не значит. Есть такая штука, как динамическая деформация. После того, как снимается вес, все это возвращается на место. Вот. Есть интересный такой момент. Запас прочности. То есть, это то, что прицеп может потянуть еще больше, так сказать. Вот. Запас прочности. Это какая-то хрень из сопромата. Я его не учил. Вот. Минимальный запас прочности. Коэффициент двоечка. Максимальный пятерочка. Максимальный как раз вот в том месте, который гнется больше всего. Оно не пытается как-то пострадать. У него большой запас прочности. И, короче, там максимальный коэффициент. Минимальный коэффициент. Два ноль девять. На самом деле, довольно-таки неплохой коэффициент. Вот. И, как видно, вот в этом месте будет происходить залом трубы. Вот. То есть, там она будет гнуться. То есть, если мы хотим, если я хочу улучшить ее, усилить, укрепить, мне нужно вот здесь наваривать дополнительно еще что-то. Но, опять же, повторюсь, что этот коэффициент, он очень неплохой. Он очень неплохой. Вот. И есть еще вот такой вот момент. То есть, это чему? 350 килограмм для этого прицепа. Это вообще, ну, в принципе, пыль. Вот. Что мы видим? То есть, на этом графике показывается деформация труб. То есть, вот те места, где гнется. То есть, то, что будет гнуться. Как оно будет гнуться. Соответственно, это можно уже будет как-то усилить. Если мы знаем, что вот, да, такая петрушка имеет место быть. Вот. То есть, вот так вот с днища это все гнется. Вот. Это вес 350 килограмм. Теперь вес 500 килограмм. Тот же самый прицеп. Все абсолютно то же самое. Только нагрузка уже, как вы видите, 500 килограмм. Смотрим на запас прочности. При 500 килограммах. Сейчас мы посмотрим на запас прочности. Так, запас прочности полтора. Уже, в принципе, хреновый. Видно, как пятно увеличилось. Вот. Все остальное без изменений. Вот. Теперь, что касается деформации. Как это будет выглядеть. Вернее, не как это будет выглядеть. А места, которые у нас будут деформироваться сильнее, так сказать. Я не знаю, как это правильно сказать. Вот. Интересный момент насчет перемещения. Если там было всего лишь 1,1 миллиметра, то здесь уже жопа уходит на 1,6 миллиметра. В принципе, 1,6 миллиметра для, напомню, здесь прицеп длина 1800 миллиметров. То есть, 1,8 метра. Это, ну, не знаю, невооруженным глазом этого даже незаметно. Вот. Поехали дальше. 750 килограмм. Так. Смотрим на 750 килограмм. Что у нас по запасу прочности? Так. Запас прочности 1,095. То есть, видно, здесь уже идет прогиб. Ну, как бы не прогиб, а места разрушения, да, так сказать. То есть, те места, где прочности вообще, ну, очень-очень мало. Вот, уже подключились бортовые балки. Так. Насчет перемещения. То есть, как от 750 килограмм просядет жопа. То есть, уже 2,2 миллиметра. Вот. То есть, вся та же часть. Вот такая вот ситуация. Вот. И теперь смотрим на тонну. Если загрузить тонну. Так. Запас прочности по тонне. Ну, мы уже знаем, что 750 килограмм для этого прицепа – это перебор. Вот. В принципе, 500, но это максимум что-то разово там, несерьезно привести. То есть, не на постоянке. Это если не изменять конструкцию, конечно. Вот. То есть, видно, уже у нас запас прочности 0,8. То есть, он не выдержит этой работы. Вот. То есть, тонну в мой прицеп складывать будет нельзя. Так. Смотрим на прогиб. То есть, почти 3 миллиметра. Прогиб будет хвостовой вот этой части. Вот. Как-то так. Вот. Как-то так. То есть, без изменения конструкции, без усиливания задней части, повысить грузоподъемность нельзя. Вот. Собственно, тут еще какие параметры. Что касается самого прицепа, то вес вот этой конструкции, без вот этих вот упоров и без моста с колесами, равен 120%. Вот такой вот, я не знаю, легкий это прицеп или тяжелый, но вот вес его 120 килограмм. Если мне память не изменяет, мост с колесами занимает дополнительно порядка 70-80 килограмм веса. Короче, разобрался я еще с циклической нагрузкой. В общем, суть эксперимента какова. Грузится в контейнер сюда в прицеп 350 килограмм. Вот. И считаем, сколько циклов проработает таким образом прицеп. То есть, циклы это раз. Вот я нагрузил 350 килограмм, снял. Вот. Срок службы смотрим. Смотрим срок службы. Вот. Я установил миллион циклов для прогона. И вот, пожалуйста, наш миллион циклов. Весь прицеп выдерживает. То есть, что получается типа вечный. Но есть косяк. Ну, как бы есть часть, которая будет подламливаться. Вот она здесь. Здесь вот такая вот будет там усталость накапливаться. Вот именно усталость. Вот. Что касается повреждений. Сейчас посмотрим. Тоже по повреждениям видно. То есть, синяя это нормальная зона. Вот. То есть, износ типа как бы равномерный. И по повреждениям 595. Что-то тут тоже вот в 5 раз. То есть, вот эта проблемная зона, которая вылезет рано или поздно. Вот так вот. Это что касается цикличности при нагрузке в 350 килограмм. То есть, можно использовать его. Спокойно, без проблем будет кататься. Вот этого я хотел добиться. Круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова